Каждая третья в списке – женщина. Так, в обязательном порядке формируют список кандидатов партии, которые намерены участвовать в политической гонке. Незадолго до выборов в Орске и Городской Кенеж, так же, как и все, поступили две политорганизации. Выборы прошли, голоса получены, мандаты распределены, бывшие кандидаты этих партий в числе прочих стали полноправными депутатами. Вот только ни одной женщины среди них не оказалось. Первая партия из своего списка сразу же исключила 38 женщин, вторая – 39. А территориальная избирательная комиссия города Ож махинацию как бы не заметила и одобрила массовый вывод женщины из списка, даже при этом не поставив в известность ЦИК. Рабочей группой было исследование этот вопрос и вынесено на рассмотрение. ЦИК принял решение о расформировании состава Ожской ТИК и в кратчайшие сроки, установленные законодательством, в течение трех дней будет сформировано новый состав Ожской ТИК. В новом составе территориальной комиссии Южной столицы предстоит готовиться к проведению предстоящих парламентских выборов. Они, напомню, пройдут 28 ноября. Партии пока только заявили о намерении участвовать в гонке. Сформировать состав кандидатов им только предстоит. Причем с учетом соблюдения молодежной, этнической и гендерной квот. Треть из указанных в списке должны быть женщины. Депутатские мандаты будут распределяться сначала 30% кандидатам женщинам. Например, одна политическая партия получает 15 мандатов. 30% мандатов сначала распределяются между зарегистрированными кандидатами женщинами. Остальные по квоте 70% мандатов распределяются по полученным голосам кандидатов мужчин. Соперничают же женщины лишь между собой. Кто больше наберет, та и получит мандат. Причем независимо от того, что за мужчину в этом же списке проголосуют больше избирателей. У мужской половины внутри партийного списка будет собственный отдельный рейтинг. Это что касается преференциального голосования по партийным спискам. Баллотироваться в одномандатных округах женщинам, как считает депутат Айсулу Мамашева, смысла нет. В кулуарах Джугурку Киньяша даже не обсуждается, что кто-то из коллег женщин подумывает отправиться на выборы вне списка партий. Сама же Айсулу уверена, женщины в парламенте не роскошь, а необходимость. Они чаще мужчины инициируют и отстаивают социально значимые законопроекты, поднимают вопрос пособий, материнских выплат и обеспечения безопасности. И даже свое мнение они высказывают порой более жестко, чем коллеги мужчины. Последние же за свои кресла в парламенте готовы биться с любым, кто будет претендовать. А значит скандалов и споров при распределении мандатов не избежать, даже при учете законом закрепленной женской квоты. В лучшем случае будет представленность в районе 16 человек из 90. В худшем случае я даже боюсь прогнозировать, но я думаю не больше 10. Будет выход из списков кандидатов к женщин, это будет однозначно. Я даже могу сказать больше, это будет однозначно в Атадюрд, Кыргызстан, потому что в выборах местных городских в городе Ож вышли конкретно из партии Атадюрд, Кыргызстан и партия Бездин, Кыргызстан. Из двух партий. Поэтому однозначно, если эти две партии пройдут дюрку Кенеш, то подобную же схему они будут отрабатывать и внутри дюрку Кенеш. Законы основные нарушаются как раз таки там же, где они и пишутся. Теми же, кто их по сути пишет. Поэтому, да, я думаю, партии будут выжимать женщин. В действующем шестом созыве парламента 120 депутатов, из них всего 20 – женщин. В седьмом представленной женщинами будет и того меньше – 16 из 54 депутатов, которые придут в составе партии. Но и это только лишь в том случае, если гендерная квота будет соблюдена, и каждая партия на этапе предвыборки пригласит в свои списки женщин-политиков. Но главное – не попросит их освободить кресло мужчинам в случае победы. Сабина Дамас Геннадий, Лед Чукоев, НТС.